К другим темам ледяная сказка закончилась. В городе демонтируют ледовые городки и праздничную иллюминацию. Накануне приступили к разбору главной новогодней ели. За процессом работы наблюдала наша съемочная группа. С ветерком по ледяной горке Мухтар Бигбауф пришел на площадь народных гуляний с маленьким сыном. Катание на ватрушке – одна из любимых зимних забав мальчика. Попросил ребенок поиграть, покататься на горке. Очень доволен. Вот только стоять ледяной горке осталось недолго. Вместе с ней совсем скоро исчезнут каток под открытым небом, полюбившийся детворе ледяной лабиринт и главные украшения городка – ледяные фигуры. Волк и Заяц, Малыш и Карлсон – эти и другие персонажи из популярных мультфильмов стали героями ледового городка на площади народных гуляний. Ледяные скульптуры радовали посетителей зимние месяцы. Пришло время их демонтировать. На площади убирают праздничную иллюминацию и демонтируют главную новогоднюю ель. Рабочие снимают гирлянды и шары, с макушки достают восьмиконечную звезду. Потом разберут ветки и металлический каркас. По постановлению главы города завершаются работы ледовых городков 18 числа. И начиная с 19 и по 21 все наши подрядные организации будут выполнять работы по демонтажу всех наших ледовых новогодних городков. Так же будет убрана и охрана. Напомним, этой зимой ледовые городки установили на семи площадках в каждом районе города. Их посетили десятки тысяч человек. Ольга Аникина, Владимир Ровенский, Алексей Абашин, телекомпания ТВИН.